Приветствую вас. Я, помнится, уже отвечал вам на вопрос, который вы задавали ранее. Мне не совсем понятно, для чего вы задаете еще один вопрос, а при этом получив уже ответ, в принципе, от коллег, и от меня в том числе, и даже выбрав лучший ответ. То есть вы выбрали лучший ответ, вы решили тот вопрос, и вместо того, чтобы обратиться за помощью к специалисту, которого вы выбрали, в качестве лучшего, да, вот, для своего вопроса и для своей проблемы, вы почему-то задаете еще один вопрос, который, в принципе, нового ничего в себе не несет. Это, по сути, все та же самая ситуация. То есть у вас нет запроса в вашем тексте, вот, в новом тексте, у вас нет запроса. На какие-то изменения в себе, да, вы как будто бы, именно в себе разбираться не хотите, как бы, вот. Такое, такое у меня, вот, есть чувство, что вы не желаете в себе разбираться, вот. Такое, вот, и тогда у меня возникает уже к вам такой вопрос, а для чего вы, собственно говоря, пишете сюда? Зачем вы сюда пишете, что вы хотите, что вы хотите, вот, что вам нужно? Да? То есть, как бы, ну, вы получили ответ на свой вопрос, тогда. Да, и непонятно, для чего вы это делаете. Это первое. А второе, значит, вы пишете, мне 26 лет. Месяц назад я познакомился с парнем на сайте знакомств. Смотрите, аноним, тот факт, что вы познакомились на сайте знакомств с мужчиной, уже говорит о том, что до этого у вас был неудачный опыт отношений с мужчиной. То есть, я не знаю, какой опыт был, да, то есть, ну, вы об этом ничего не пишете, но был. Потому что на сайте знакомств люди не приходят. Просто так, да, на сайте знакомств люди приходят, как правило, после того, как они обошлись, там, к примеру, в реальной жизни, да. Вот. Понимаете, что мне это речь? Я надеюсь. Дальше, значит, соответственно, давайте разбираться. Почему вы прийти на сайт знакомств? Что вас привело на сайт знакомств? Как бы, да? Чего вы ожидали от сайта знакомств? Что вы хотели от сайта знакомств? Для, опять же, себя. Что вам, ну, нужно было? Вы говорите о мужчине. Хорошо. Хорошо. Вы говорите о мужчине, но что вас с мужчиной объединяет? Ну, наверное, есть что-то с вас мужчиной объединяет. Что между вами общего? А знаете ли вы, почему люди приходят на сайт знакомств? Знаете ли вы, как они воспринимают людей, которые, ну, присутствуют на подобного рода ресурсах? Как они, как они воспринимают людей? Дальше. Так, ему, значит, 30, 11 лет жил в США, сказал, что серьезные отношения были только один раз. Аноним, вас не насторожил тот факт, что у человека за 30 лет, только один раз были серьезные отношения. Не возникало ли у вас вопроса, а почему, почему у человека за 30 лет были только один раз в серьезные отношения? И самое главное, из-за чего они разорвались, почему они разошлись? Дальше. Сейчас вернулся, живет на две страны, обеспечен и умен. Такое впечатление, что вас привлекает именно это в нем. То, что он именно обеспечен и именно умен. Ну, то есть, вы ничего не говорите о его, там, духовном мире, вы ничего не говорите о его душе, вы ничего об этом не говорите. Вы говорите исключительно только вот об этом. Складывается впечатление такое, что хотите вы, хотите, вы хотите, ага, того же. То есть, вам хочется тоже быть обеспеченной и хочется быть умной. Ну, другое дело, что не получается, может быть, если вы себя обесцениваете, как мы поняли из предыдущего вашего текста. Да? Дальше. Когда я его встретила, то, пообщавшись, поняла, что у нас много общего и после совместного времяпровождения влюбила и влюбилась. А чего у вас много общего? Что вас объединяет? Вот, как-то качественно можно эти моменты определить, что вас объединяет, по вашему мнению. Значит так, влюбилась. Ну, здесь тоже хотелось бы более подробно услышать или увидеть. Лучше услышать, конечно. А что значит влюбилась? Вот, что вы вкладываете в это понятие, понятие влюбилась. Мы вместе ходили на квесты, пишите вы, ужинали. Он познакомил меня со своими друзьями, спустя три недели случилась близость. Вот знаете, заметьте, как вы пишете, случилась близость. Вот вы не пишете, вы не пишете, например, я хотела секса, допустим, или он хотел секса со мной, или мы оба хотели секс. Нет. Вместе случилась близость. То есть, как будто бы, а близость это вообще что-то, ну, что-то с вами, отдельно с вами, не связанное. Вот. То есть, я, конечно, не знаю, но мне представляется этот момент достаточно важным, чтобы говорить о том, что близость именно случилась. То есть, то есть, случилась как бы сама. Меня как бы и до нее смущало, что он редко писал мне и редко отвечал. Если вас это смущало, то почему же вы тогда согласились на близость? Это первое. Второе. Если вас это смущало, по какой причине вы, ну, пишете, что у вас много общего? Оп. Вы говорите, что у вас много общего. Вы пишете, что я поняла, что у нас много общего. А он? Он понял, что у вас много общего? Или как? Как это происходит? Что это происходило? Дальше. Значит, соответственно, если вас смущало, если вас смущало, что он вам редко пишет и звонит, если вас это смущало, то вы ему говорили об этом? То есть, вы давали понять человеку, что вот, ну, что мне хочется там, например, больше, больше, допустим, и так далее? Так, допустим, утром напишите ответить только поздно вечером, но это похоже в том числе и на то, что он... Он просто работает. Ну, так... По крайней мере, походим. Дальше. Так. Спустя наши близости меня это начало сильно смущать. То есть, смотрите, смущало раньше и смущает теперь. А что вы делаете? Для того, чтобы перестать смущаться. Какое чувство лежит в основе вашего смущения? Вот. То есть, вот что за чувство лежит в основе вашего смущения? То есть, вот вы... Вы пишите, что смущаетесь, да? Ну, что вы делаете для того, условно говоря, чтобы, ну, чтобы реализовать свое смущение? Вот. Понимаете? Какая штука. То есть, для меня вот этот момент, он не совсем как бы ясен. Вот. Не совсем ясен для меня этот аспект. Дальше. Так. Я подумал, что у него кто-то есть. Это больше похоже на ревность. На самом деле. Это больше похоже на ревность, на вашу ревность. На то, что вы ревнуете. Вот. А у ревности есть свои причины, которые, если перечислить в общих чертах, да, то можно назвать следующее. Страх одиночества, неверность себе, низкая аценация. То есть, понимаете, да? Ваши мысли имеют собственные субъективные корни. И человек здесь ни при чем. Дальше. Видимся мы редко, не созваниваемся. Однажды у меня была температура, он только вечером спросил, как я себя чувствую. Еще он скрыл, что у него есть номер. Не очень понятно, что значит скрыл, что у него есть номер. Но, судя по тому, что вы описываете, вы для него не очень сильно важны. К сожалению. Это вопрос к вам относительно того, как вы себя ставите в отношениях. Это вопрос к вам относительно того, какую вы позицию занимаете в отношениях. Что вы делаете в отношениях. Как вы себя ведете в отношениях. Это все про это. Дальше. Так, до этого переписывали с Вайбери и номер был американский. В один из вечеров, позоверю подругу, я решил ему позвонить в Вайбери. Вот смотрите. Смотрите. У вас здесь уже возникает недоверие. Ну, к человеку. То есть вы уже человеку как бы не доверяете. Смотрите какая штука. Вот. А вы уже, уже как бы демонстрируете отсутствие доверия к себе. И, соответственно, к другому человеку. Но все-таки, все самое главное, что к себе. У вас нет доверия к себе, вы к себе не доверяете. Далее. Вы позволяете подруге вам советовать, как поступать. И не только советовать позволяете, но и позволяете себе действовать так, как советует подруга. То есть не самой, да, не самостоятельно действовать, а так, как советует подруга. Что тоже говорит о том, что вы сами, как поступать, как действовать, не знаете. Это говорит о том, что своих критериев, своих ориентиров, ну, вот, в поведении, да, в своем поведении, у вас, ну, по-видимому, нет. Или есть, но они достаточно слабые. Значит, я решил ему позвонить в вайбере. Он не снимал два часа, а потом позвонил с телефона. Сказал, что могу не записывать этот номер, потому что с собой берет дуретка и скоро его поменяется. Дозвониться не смогу. И сказал, что был с друзьями. И сказал, что был с друзьями. То есть, знаете, какая штука, вы его уже проверяете, хотя вас практически ничего не связывает. Вы уже пытаетесь его проверять, вы уже пытаетесь его контролировать. Это не понравится никому. Наверное, он понял, что я ревную. Да, конечно, понял. Но в следующий день, хоть мы и договаривались провести время, он не писал. Я написал сама. Ну, то есть, вот здесь опять, да. Здесь опять имеет место тот факт, что вы через человека, очевидно, пытаетесь, ну, что-то для себя получить. Вот. То есть, как бы, ну, такая вот позиция, что вы пытаетесь через человека что-то для себя получить. Вопрос, друзья, в том, что, да? То есть, вы пишите, что я написала сама. Окей. А для чего вы написали сама? Для чего? На столе открылось, что был плохой день. А, ну что, вы спросили что-то или что? Можем посидеть у него и посмотреть фильмы. Ну, хорошо. Это очень неплохое времяпровождение. Я его вывел лично на разговор и сказал, что мне кажется, он ко мне не серьезно относится. Ну, то есть, вы переносите на него свою неуверенность, свою неуверенность в себе. Я бы хотел серьезное намерение с семьей совместно быть. А зачем вам это? Аноним. То есть, вы, по сути, говорите человеку одном, чего хотите вы, но не спрашивайте, чего хочет он. То есть, по факту, по факту, вы думаете о себе. Столько. Знаете, какая штука? Это неплохо. Это неплохо, что вы думаете о себе, это неплохо. Но нехорошо то, что вы делаете это через другого человека. Нехорошо то, что вы пытаетесь реализовать это через другого человека. Дальше. Так, на что он ответил, что мне кажется, что он много работает и говорит мне про него. Ну, опять же. Опять же. Угу. Здесь двоякая ситуация. С одной стороны. С одной стороны. Тем, что он отказывает вам. Ну, в принятии, да, вот в принятии ваших подозрений. Он, скорее, ну, привасирует вас еще больше чувства паранойи. То есть вы, как бы, еще больше будете переживать, еще больше будете не доверять, когда человек пишет так. Да, то есть он не хочет разрешить вашу ситуацию полностью. В этом смысле он поступает не очень хорошо. С другой стороны, вы сами свою, опять же, тревогу и свою паранойю переносите на него. То тоже является, ну, деструктивным фактором. Что? Значит, для построения отношений. В принципе. Дальше идем. Так, что с ним не будет быть, чтобы я не говорил этого слова. Мы разошлись. Не очень, не очень понятно, что значит вы разошлись, то есть вы разошлись совсем, мы же не расстались, или вы разошлись, если просто закончилась встреча, этот момент не ясен. Вот. Но совершенно очевидно, что мужчина боится близости, и опять же, и опять же, это вот тот факт, что он боится близости, идеально характеризует вас. То есть вы тоже боитесь близости, вы хотите ее, но боитесь. И мужчина хочет, и тоже боится. Вот. Вот. То есть посмотрите на мужчину и увидите, что он, это ваше отражение, это вы. Дальше. Так. На следующий день я гуляла с подругой, он как всегда написал, вечером рассказывал, как брошил деньги, что собирается в город ужинать с братом. Была суббота, я ответила, сказала, что как закончишь, приезжает. То есть я правильно понял, что вы попросили его приехать, я правильно понял, что вы опять изъявили желание о встрече с ним? Вам мой коллега, моя коллега точнее, совершенно четко сказал, что вы отношения завершняли, потому что они вам вредят. Вы ее ответ выбрали лучше. И вы пишете опять вопрос, в котором опять поднимаете эту тему. То есть странно. Противоречий на этом не находите. Так. На что ответили, если у вас будет, это приедет. Поймите, когда женщина сама постоянно навязывается, она теряет интерес. То есть она становится неинтересной, вы становитесь неинтересной мужчине тем, что постоянно инициируете встречу. Вот. Вопрос, для чего вы это делаете? То есть по сути именно так, именно так действует запрет на близость. То есть вы близости вроде бы хотите, но в то же время вы делаете все, чтобы этой близости не было. что, потому что ваши действия отталкивают человека, человека. Это большая на себе. Это, 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 это факт. Это факт. А, дальше, значит, вот субботы. А, я написал, что жду его. Я написал, что жду его. Ну, это опять, смотрите какая история. Это ваше ожидание. То есть, когда вы говорите, я его жду, или просто я жду, это ни к чему хорошему не приводит, на самом деле. Вот говорят, что я тебя жду, вы его отталкиваетесь еще больше. Потому что он видит, он чувствует, что вы в нем нуждаетесь, он чувствует, что он не свободен. Вот. И от этого ему все меньше и меньше хочется с вами взаимодействовать. Дальше. И вот, значит, после субботы он, значит, после моего такого сообщения не писал. Опять же, а вы чего ожидали? Дальше. Вы пишите про обиду. У меня вопрос. Вот, а, говоря об обиде, да? Которые являются, ну, ожиданиями, говоря об обиде. Какие были ожидания у вас? И по какой причине вы ответственность за эти ожидания переложили на мужчину? То есть вы чего-то хотели, а отвечать должен мужчина. По какой причине? Далее. Значит, мне очень неприятно, я ведь и правда ждала. Так это вы ждали, при чем здесь мужчина? И что значит ждала, а других дел у вас нет? То есть вы ничем не заняты, кроме этого? Как насчет своего собственного развития? Как насчет карьерного роста? Как насчет увлечений, хобби и так далее? Для чего вам, опять же, семья? Больно. От чего? Обидно. Как я уже сказал, обиды есть ожидания. С ожиданиями нужно работать. Но он не сильно нравится. Чем? Я не хочу его отпускать. Это уже ваше желание. Аноним. Это ваше желание, то, что вы не хотите его отпускать. И самое главное, это не любовь, как таковая. Он вам нужен. Вы от него зависимы, если вы не хотите его отпускать. Самое главное в этом то, что вы о нем не думаете. Вы думаете о себе через него. А это деструктивная позиция. Неужели у него и правда кто-то есть, и я ему совершенно неинтересно? На счет того, что кто-то есть или нет, мы не знаем. Мы психологи, мы не каталки. По поводу того, что вы ему неинтересны, да, я могу сказать, что его интерес к вам падает, но только из-за вашего поведения. Такого вот навязчивого немного. Стоит ли забыть о таком человеке? Забыть вы не сможете, потому что, ну, не получается, нельзя, невозможно забыть. Вы можете изменить отношения, можете поработать со своими ожиданиями, можете разобраться в себе, разрешить свои конфликты внутренние. И тогда вам просто будет все равно на этого человека. Или вы сможете вести себя с ним более свободно. А забыть невозможно. Это опять же такой достаточно инфантильный вопрос. Ведь он так некрасиво поступил. Слушайте, но он вам ничего не обещал, насколько я знаю. Он сказал, что если его отпустят, то приедет. Он не сказал, что он 100% приедет. Так в чем некрасивость? Может он дальше в поиске и встречается с кем-то. Это уже ваша ревность. Это же ваша ревность. Или стоит самой написать. А что написать? И что? Очень больно, очень больно вы пишите. От чего? Хочется понять, как найти выход. Только разобраться в себе. Другого выхода нет. Потому что сейчас вы пытаетесь свои проблемы решать за счет других. Это так не работает. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.